Приветствую друзья! Дизельный силовой агрегат весьма популярен на различных транспортных средствах и насколько известно есть целый ряд мототехники оснащенной дизельными моторами. Однако в большинстве своем эти мотоциклы созданы либо мелкосерийно, либо вообще в единичном экземпляре. В этом видео хочу поведать вам о самом массовом серийном дизельном мотоцикле Royal Enfield Taurus, родом из Индии. И да, друзья, именно ваша поддержка в виде комментариев, подписки и репостов мотивирует меня на работу над новыми видеороликами. Спасибо, приятного просмотра! Royal Enfield Taurus уникальное детище своего времени. По сути, ни один другой производитель мототехники не задумывался настолько серьезно о массовом производстве дизельных мотоциклов, как Royal Enfield. Но началось все в начале 90-х на небольшом частном предприятии некоего Продипа Дании. Будучи механиком, Продип решил заняться заменой силового агрегата на мотоцикле Royal Enfield Bullet 350. Ходовая оставалась практически без изменений, а обычный карбюраторный бензиновый мотор объемом 350 кубов и мощностью 21 лошадиная сила меняли на дизельный агрегат Grieve Lamborghini 520 мощностью 6,5 лошадиных сил, который широко применялся в насосах, генераторах и прочих стационарных установках. Подобные манипуляции были обусловлены дешевизной топлива, на то время как минимум вдвое дешевле бензина и крайне низким расходом, не более полутора литров на 100 километров. На низкую скорость, сильные вибрации и клубы черного дыма из выхлопной индусом было плевать. Частная мастерская произвела порядка 250 экземпляров дизельной техники, прежде чем Royal Enfield обратили на это дело внимание. Техника оказалась весьма популярной в сельской местности в качестве рабочей лошадки. Был неплохой спрос и компания в 1993 году наладила производство дизельной версии Bulletin под названием Royal Enfield Taurus. Также на горизонте маячили госзаказы этого пепелатца в индийскую армию. Между прочим, в индийской армии отношение к мотоциклам весьма изощренное. Одни парады чего только стоят. Провыпускался Taurus вплоть до 2000 года. А причиной снятия с производства стали обновленные экологические нормы, в которые мотоцикл ну никак не вписывался. За пределами Индии известны факты замены двигателя Taurus на более мощный китайский дизельный V-Twin. Также существовал еще один вариант тельца под названием Royal Enfield Saraj. Он был построен компанией Suraj Tractors, базирующейся в Пенджабе. После того, как производство оригинального Royal Enfield Taurus было прекращено. Также из интересных фактов. В 1994 году в рамках сотрудничества представители Royal Enfield посетили Ижмаш и привезли с собой как дизельный мотор с коробкой, так и классическую буллетовскую 350-ку. Между прочим, дизельная планета сохранилась до наших дней и отреставрирована. В наше время дизельный Royal Enfield можно встретить во множестве коллекций и кастом-мастерских. Помимо этого, довольно много их сохранилось в сельской местности в Индии. Также компания открыла магазин поддержанных мотоциклов под названием Vintage, в котором можно найти в продаже Taurus. С историей разобрались, давайте вкратце познакомимся с техническими характеристиками. Итак, силовой агрегат. Дизельный 4-тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, объемом 325 см3, 2 клапана на цилиндр. Данный силовой агрегат итальянского производства достаточно вынослив и при должном обслуживании способен прожить без капитального ремонта порядка 150 000 км пробега. Максимальная мощность 6,5 лошадиных сил при 3600 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент 15 Нм при 2500 оборотов в минуту. Имеется электростартер. Трансмиссия 4-ступенчатая механическая коробка передач. Привод на заднее колесо цепью. Весит мотоцикл в снаряженном состоянии 198 кг и способен развить максимальную скорость в 65 км в час. Топливный бак вмещает 15 литров топлива и на этом количестве вы спокойно проедете чуть более 1000 км. Вот такая история самого массового дизельного мотоцикла в мире. С вами был канал Кроссмота. Спасибо за внимание. До новых встреч.